Здравствуйте! В эфире программа «Территория здоровья». С вами Иннастас Потапова. Сегодня поговорим о сердце. Электростанции размером с кулак, мощностью 100 тысяч ударов в день, но в его работе иногда бывают сбои. Статистика сердечно-сосудистых заболеваний в мире неутешительна. Более 17 миллионов смертей в год. Это треть от общего количества погибших. Каждый первый попадает в эту зону риска. Как распознать смертельно опасный недуг и какие современные методы лечения предлагает медицина сегодня? Об этом и многом другом смотрите далее. С древности работа сердца и сосудов была загадкой, разгадывание которой происходило постепенно на протяжении многих веков. Некоторые сведения о строении сердечно-сосудистой системы были известны еще в древнем мире. Во II веке до н.э. римский врач Клавдий Гален разработал схему кровообращения. В его трудах было много неточностей и грубых ошибок. Так, например, Гален считала центром кровеносной системы не сердце, а печень. Только в XVII веке эта версия была опровергнута английским ученым Гарвеем. Позже французский врач Лаанек изобрел стетоскоп. Он оказался незаменимым инструментом в работе почти каждого врача и позволил решить наиболее острые диагностические проблемы той эпохи. Введенная Лаанеком методика и сегодня остается одним из основных способов обследования. Конечно, со временем менялся внешний вид и конструкция стетоскопа, но принцип его работы прежний. Измерить жизненно важные показатели человек может и самостоятельно. Аппараты для измерения артериального давления и пульса имеются в каждом доме, но они не могут обеспечить постоянного контроля. Поэтому старые манжеты сменяются цифровыми гаджетами. Многие привыкли носить миниатюрные датчики на своем теле. В частности, речь идет о различных фитнес-трекерах и прочих устройствах такого рода. В больницах Республики появились электронные устройства, которые позволяют не только прослушивать органы, но и визуализировать звуковые волны. Например, вывести на экран компьютера картинку с тонами и шумами сердца. Для обнаружения некоторых заболеваний необходимо, чтобы сердце билось учащенно. Для этого обычно используют велотренажер. Такая диагностика называется стресс-экокардиография с физической нагрузкой. Очень важно, что при этом можно исключить проведение других исследований, весьма сложных, которые больные переносят тяжело. Через каждые три минуты будет нагрузка повышаться. Поняли, да? 60 км в час. Недавно в Чувашии впервые провели новую высокотехнологичную операцию на сердце. Прошла она в Республиканском кардиологическом диспансере. Диагноз пациента артальности нос. Это очень коварный порог. Сначала развивается незаметно, а когда симптомы появляются, при отсутствии лечения продолжительность жизни достигает около трех лет. Мы используем внутрисосудистую навигацию с помощью рентгена и контрастного вещества. И в таком варианте мы как раз все внимательно изучаем. Для пациента это не вредно, это однократная процедура. Врачи имеют, конечно, большую дозу изучения, которую они получают, но для этого служат разные средства индивидуальной защиты. Все же рентгенозащитные костюмы. Перед тем, как зайти в операционную, нужно надеть рентгенозащитный костюм. Он весит 7 килограмм. На операционном столе 80-летний мужчина с сердечной патологией и сопутствующими заболеваниями. Возраст серьезный. Полостную операцию может не выдержать. Было принято решение заменить клапан аорты на искусственный биологический протез. Операция под руководством врача из Санкт-Петербурга Евгения Шлойда. Он выполнил уже более тысячи подобных вмешательств. А из чего сделан протез? В чем его преимущества и недостатки? Протез биологический. То есть он отличается от кардиохиологического тем, что в качестве каркаса, то есть для крепления биологических створок используется специальный стенд. То есть саморасширяющаяся конструкция плетеная, которая может сжиматься до определенных размеров, помещаться в трубочку-катетер, подводиться по сосудам, по артериям прямо к клапану. Во время операции пациент находится в сознании и постоянном контакте с доктором. Вы меня слышите? Да, не двигайтесь, пожалуйста. Руками не двигайтесь. Такой метод проведения операции позволяет избежать длительной реабилитации и сохранить качество жизни больного. Уже через три дня пациент выписывается из больницы. В текущем году в рамках национального проекта «Борьба с речесосудистыми заболеваниями» запланирована поставка ангиографического комплекса, который позволит в большей мере и в большем количестве проводить эти операции. Более 80% смертей в стране из-за инсультов и инфарктов. Это два похожих по механизму возникновения и потенциально опасных для жизни состояния. Но их проявления имеют ряд отличительных черт, как и последствия метода лечения и реабилитации. Людям надо знать, что боль за грудиной – это самый типичный симптом, который возникает при остром инфаркте миокарда. Кроме боли за грудиной, которая характеризуется сжением, давлением, не какая-то резкая боль, а именно давящая боль. Если у вас возникает боль, то нужно принять таблетку нитроглицерина, если она есть, таблетку аспирина, и вызвать скорую и не принимать, не делать никаких физических нагрузок. Владимир Молев пережил инфаркт дважды. Первый – в 54 года. Вечером после напряженного дня на работе закололо в сердце и онемел рука. В январе месяце, тоже так же после работы, напряженная работа такая была, психовал немного, и нагрузки были, тоже пришел, поел. Но я терпел. Думал, когда же у меня рука опять начнет тянуть. Но этого не случилось. Но здесь уже терпеть не… Я вызвал 112, хирург, с сестрами вот так встали, когда уже после операции. Они говорят, посмотри, вот эти люди спасли тебя. Если бы ты еще час потерпел, то бы спасать, может быть, и не получилось бы спасти. Инсульт – более разнородное заболевание. Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет равновесие и координацию, не может поднять руку или ногу, не может улыбнуться – это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти. Действовать нужно быстро. Не проходите мимо, если человеку рядом с вами стало плохо. Неразборчиво. Повышение давления. Гипертоническая болезнь, нарушение ритма сердца, гемодинамики – это основной фактор – риск инсульта. И если правильно контролировать давление, посещать центр здоровья, посещать своего участкового терапевта, выполнять все рекомендации необходимые, то, конечно, можно снизить риск инсульта и достаточно значимо. Чаще всего инсульт проявляется в пожилом возрасте. Но бывают исключения и у молодых людей. Недавно в городскую клиническую больницу обратился мужчина 36 лет. Причина – головокружение, выраженное довоение в глазах, возникшее после перенесенного стресса. После осмотра и необходимой диагностики у пациента выявили крайне редкий вид инсульта, вызванный тромбозом необычной артерии. Сама артерия перширона, она, в принципе, встречается очень редко в популяции. То есть анатомические бывают сосуды, ветвятся по-разному. И у некоторых людей есть такая вот маленькая веточка. Тромбоз этой артерии – это вообще козуистика. Я признаюсь честно, это было очень интересно – лечить данного больного и наблюдать за положительной динамикой. Люди, перенесшие сердечно-сосудистые катастрофы, меняют свой образ жизни. Обязательный прием лекарственных препаратов и реабилитация помогут восстановить ее качество. К тому же, благодаря нацпроекту здравоохранения получить лекарства можно бесплатно. Важно помнить, что вовремя начатое лечение может не только спасти жизнь, но и уменьшить негативные последствия для здоровья. Пройти медосмотры становится еще проще. Ежегодно на предприятиях республики проходит акция «День здорового сердца». Мы считаем, что это очень удобно, когда помощь приходит сама, и можно на ранней стадии развития выявить какие-то отклонения здоровья у наших сотрудников. Помимо определения роста и веса, участникам акции измеряют артериальное давление, холестерин и уровень глюкоза и сахара в крови. Также можно узнать свой возраст сердца и получить консультацию терапевта. Вам 48 лет. Если мы снижаем уровень холестерина, возраст будет уже 50. Снижаем уровень сахара 49. Добавляем регулярные занятия спортом сразу 2 года 47 лет. И проходим действие шагов регулярно каждый день 46 лет. Полученная глюкоза и холестерина на уровне 2 дела. Так как я курю, частенько, скажем так, рекомендовали бросить. Ответственное отношение к своему здоровью поможет не упустить первые признаки заболевания. Здоровый образ жизни, физическая активность, регулярный врачебный контроль. Это залог долголетия и здоровья человеческого сердца. О главных направлениях развития здравоохранения, об уникальных специалистах и технологиях поговорим в следующих выпусках программы. Берегите себя и до встречи на территории здоровья.